Гринвилл, Молдин называется наша деревня, и мы едем на очередную бесплатку. Да, друзья, у нас настал очередной день бесплатной раздачи, это Фудбанк, Южная Каролина, и хочу воспользоваться возможностью, потому что многие интересуются, эта тема популярна у меня на блоге, и посмотрите, как это, что будет обзор, что получили, распакуем, покажем, какие продукты питания, какой ассортимент будет сегодня, мы не знаем, потому что каждый раз это по-другому. Ну, хочу сказать, что многие пункты питания и магазины не то, что заставляют, а есть такое правило, что они обязаны сдавать вот такие продукты, а не выкидывать их, как раньше, очень часто просто выкидывали. Та еда, к которой подошел срок годности, но она еще хорошая, да, как можно было бы воспользоваться, они обязаны сдавать вот такие пункты, чтобы раздавать людям, которым необходимо, которые могут воспользоваться вот этим предложением. Едем! Едем за автобусом, удивляемся. Редкость это. Обычно все едут на своем транспорте, нам там надо. Даже большие расстояния, выгодно проехаться на машине, в крайнем случае взять в рент, и будет дешевле, чем на самолете. А стоимость проезда на автобусе, на самолете или на поезде, в принципе, одинаковая. Хоть комфорт разный, и скорость тоже передвижения. Но иногда воспользоваться необходимо, потому что мало ли люди не успевают, или какая-то срочность есть. Вижен, это что такое? Принт какой-то интересный. Дизайн. Здесь имеется в виду видение такое, распечатай свое видение, как ты видишь. Какие-то принтеры, краска выглядят. Вот они, автобусики. Это дом на колесах. Продают их, подвижения. Ага. Ух, сколько их. Купите меня, купите. Такой один тракт-типо автобус, дом на колесах, стоит где-то 80 тысяч, думаю. 100 тысяч 80. За эту сумму можно настоящий дом купить. Ну, это и есть какой-то такой передвижной дом, у тебя там кухня, спальня, душ. Да. Еще и в дом. А есть дома на колесах как прицеп. В них нельзя во время движения находиться. То есть, они, когда останавливаются, только тогда можно в этот дом заходить. А на ходу, когда ты едешь, зацеплен за, ну, там, не знаю, за что. Как прицеп, если едешь, то нельзя внутри передвигаться. Вот мы доехали до Фудбанка. Очень красиво. Ого. Да, надо было на час раньше немножко выехать. Ну, ничего. Это все позже. Он работает с десяти до часу. Всего три часа. Сегодня понедельник. Первый раз такая очередь небольшая. Ну, хорошо. Рейл-рог. Железная дорога. Кроссинг это перекресток, да. Вот крестик, перекресток. Два пути. Да, две рельсы, два пути. Очень хотелось бы мне проехаться, на самом деле, по железной дороге с Каролины до Флориды. Интересно. Вон, шпалы валяются. Забытые. Елочки вечно зеленые. Уже хочется зелени. Там прямо на пучах, смотри, лежат. Ну, тут, наверное, тупик, поэтому вот так все лежит. Никому не нужное, забытое. На самом деле, через пару недель уже начнет все цвести, расцветать. Надеюсь, холода прошли, уже не будет так холодно. И будет повеселее. Мы еще за поворот не заехали, а за нами уже очередь. Использоваться футбанком может каждый житель Южной Каролины, то есть этого штата. Мы живем вообще совсем рядом. Минут пять ехали, наверное. О! Кто-то даже на велосипедах. Или это работник? Интересно. Один раз видели, как парочка пешком сюда шла. Значит, очень нужно. Подъезжаем. Караоке включили. Вернее, идет песня, и можно включить караоке, чтобы петь с ней вместе. Вся песня из трех слов. Да. Три слова. Чувствовать любовь. Вот, таможенник стоит. Проверяет регистрацию или делает новое, если ты первый раз. На один адрес можно зарегистрировать один пакет. Да, он еще отслеживает, чтобы один комплект можно было получить только в течение одного месяца, не раньше. Строго по графику. Сегодня два проверяющих машин много. Вот один, вот второй. Вот их офисное здание. А адрес, кто живет вот рядышком, или во всяком случае в Южной Каролине, можете зафиксировать и приезжайте. Я дала свой документ, удостоверение личности Южной Каролины. Мы в свое время поменяли Флориду на Каролину и получила другое удостоверение личности. Это как прописка. Нарисовал нам очередную палочку. Поможенник дано добро. Что она делает? Вон, буглу тетю или дядю. Отстегивает себе рюкзак велосипеда. Бомж. Переехал за продуктами на велосипеде. Ну что себе велосипед? Это мопед или что это? Нет, велосипед. Да? Ну вот так вот. И мы туда же. На Лексусе. На самом деле, мне тоже пишут, что такие машины вы ездите на фудбанк. Все эти машины, они не так... Не говорят о том, что ты богатый или у тебя достаточно средств. Все они взяты в кредит, в лизинг. В рассрочку и ежемесячно оплачиваются не так дорого. Но транспорт здесь не признак богатства. Это необходимость. И расплачиваться за более дорогую машину не настолько дороже, чем за более дешевую. Мы только что обсуждали, что вот если взять, допустим, трочок, который более удобный. А он на дизеле. А дизель дороже, чем бензил. И, в общем-то, та машина, что у нас, достаточно оптимальна. Смотрим, что накладывают нашему соседу. Сегодня много воды, что-то, какие-то упаковочки. Капуста. Капуста. Спасибо, сэр. Какие-то коробочки, коробочки. Картошка, морковка. Соки, напитки. Двигайся. Спасибо. Спасибо, сэр. Помахала ручкой доброжелательно. Едем. Какая вереница за нами была. When Альф. Новости. Они очень Trade. Это был бы отойти ручок. На одной отеле. Потому что, я род will, отехал нас в тюрьм. И ты. А где веришь? Мы надеемся. Когда 60 см. Субтитры сделал DimaTorzok Пешеходный переход отсчитывает секунды Возле нас есть собачий парк, но так как я не вожу машину, возникла идея купить трехколесный велосипед У нас в Майами многие пенсионеры ездили на таких, очень удобная, как карета такая И брать с собой лайму, но тротуарчики достаточно узкие для трехколесного И с собакой будет невозможно Есть приложение, сейчас посмотрю с пункта дом до пункта парк Маршрут Есть прямо велосипедные маршруты Есть пеший, велосипедный, автомобиль, общественный транспорт Еще автобус, по-моему, есть Вот, и если получится, то, возможно, купим вот такой велосипедик И я смогу ездить с Аймой в парк Парк чудесный, хороший Она сейчас уже более дисциплинированна стала Более управляемая И было бы прекрасное Прекрасный фитнес для нее и для меня Более управляемая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой-то антикварный магазинчик Не знаю, если он работает Стало интересно Дед с крыши показал, что магазин закрыт Вот мы уже дома Так же, как и вы, первый раз посмотрим, что же нам тут накидали Быстрым взглядом Так, это что-то свежезамороженное Непонятно что, по-моему, вишня Капуста В коробочке вижу сыр Так, это тоже мясопродукты Холодненькая Кукис Напиток Более подробно О, ты вчера купил Тебе вот еще, пожалуйста Миндальное молоко Хлеб для тостеров Вода Непонятная Посмотрим И тут овощи Окей Лайма нагулялась Я с ней И вот она Стянула свою белую Подстилочку И загорает Ну что, сейчас сделаем распаковочку То, что мы сегодня взяли То, что нам положили в футбанке И начну я, наверное, со сладкого Кукис Вот такие небольшие пироженки Вот здесь написано, что срок годности уже заканчивается И ассортия кексов, ваниль и шоколад Нарезанный хлебушек Ну, здесь написано Гавайский хлеб Вот этот значок означает Свежесть гарантирована Вот оно Как бы здесь тоже есть То есть его Несвежим просто нельзя продавать Иначе Вот этот значок будет аннулирован А он дорогого стоит И точно так же срок уже Поджимает Использовать его нужно срочно Рекомендовано использовать До вот этого 22-го нам первого Очень интересный напиток Типа лимонада Вот первый раз на такой встречается Написано, что стопроцентно фруктовый Натуральный сок И здесь очень много пожеланий Таких романтичных слов Вот А на самом деле Клубничный лимонадик Сделан из Настоящего фруктового сока С ярким освежающим вкусом Ну и дальше В том же духе Добрые пожелания Романтические Вот такой Типа стежка Там что-то такое И Выпей друг Ну и вот этот напиток Силк переводится Шелк Ванильный Напиток В растительном йогурте Сливках Тут есть описание Вот он Молочный продукт Без холестерина Глютена Искусственных наполнителей Миндаль И сливки Как раз Леша Вчера что-то наподобие покупал И не захотелось И вот нам Сегодня дополнительно Еще дали Ну это просто чудо Здесь получается Четыре упаковки Сладкой вишни Замороженной Мы летом покупали Дорого Из Калифорнии И я ее специально Замораживала И тут мне попалась Вот такая вишня Больше килограмма В каждом В каждом пакетике Суммарно Пять килограмм Это пойдет В морозилку Я как раз Вчера делала Компот Всем очень понравился Будем добавлять Тоже в компотик Делать пироги Варенички С вишней Идет заморозка Вот тут Мясные продукты Давайте разберем Что тут есть Родукты одной компании Food Leon Еда льва Вот они У них очень много Различных гарантий И знаков качества Видите Возврат гарантирован Что-то такое Еще тут проверено В Минздравом Америке USA В общем Много очень фишек Которыми они дорожат То есть Они не будут Подкладывать что-то Поэтому они стараются Раздать Тому Кто нуждается Значит Здесь получается Говядина Филе говядины Без кости И для жарки И куриная грудка Тоже без костей Без кожи Вот филейная часть И еще два продукта Это получается уже Натуральная Натуральная говядина Также Это Говяжий стейк Кормили травой То есть корову Кормили только травой На свободном Выходе И вот такие Бекончики Они очень пользуются Спросом В Америке Уже разрезаны Вот такими слоями И можно делать Разных всевозможных Блюд Ну Мы жирное Не потребляем Но у меня муж Иногда Просит что-нибудь Такое сделать Это я отправляю В морозилку С вишней Отдельно Вот И продолжим дальше Много капусты Для борща нам нужно Это Сладкий картофель Его Говорят что он полезнее Чем обычный Морковка тоже Не помешает Хорошая Крепкая Негнилая Сухенькая И посмотрите Та-дам Боже мой Это все сыр Целая коробка Вот эта коробка Была полностью Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть упаковок Сыра Тертого На самом деле Мы его Практически не любим То есть не используем Потому что знаем Что эти сыры Мы берем Цельными кусочками Там голландские Европейские сыры Которые мы знаем А вот эти все Натертые Это Ну в данном случае Тут написано Что это Натертый сыр Измельченный Сыр Чеддер И состав у него Вот тут перечислен Не очень хороший Есть пастерилизованное молоко Сыр Соль Картофельный Крахмал Ну и дальше Сомнительный состав Вот который Ну я его положу В морозилку И по чуть-чуть Буду Приправлять Какие-то Бутерброды Которые делаю Вот В фритюрнице В аэрогриле Ну как-то так Его очень много Отправляются В морозилку Дальше будем Видеть Что делать с ним Друзья У нас Лайма Воет Меня сначала Это пугало На самом деле Вот она меня увидела Это скорая Когда проезжает И она вторит Сирени Перекликается Она перекликается Сиреной И поет Месте с ней Ну я прервала Ее песню Жди Молодец Лайма Внимание Апорт Уху Ко мне Сидеть Умница Дай Отдай Давай Все Давай 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 Жди Но Жди Сидеть Жди Умница Апорт Ко мне Лайма Неси игрушку А где игрушка Эй Ищи 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 Где игрушка Ищи Ищи Вот как видите Друзья У нее есть Новый вольер Но спит Она все равно Рядом с нами Там В своей будочке У нас прошел Дождь Опять Целые сутки Льет И еще два будет Я В коротком Рукаве Как видите Чем дождливей Тем теплей На улице Вот такой Феномен У нас Южной Каролине Лайма Вот твоя Игрушка Апорт Ко мне Нет Ей побегать Хочется Надоел Уже Этот Апорт Гуляй Давай Гуляй Вон Тут Наши Мячики Валяются Еще С прошлого Раза Вот Еще Один Вот Так По всему Нашему Лесу Лайма Ко мне Гуляй Гуляй Надо Снять Ей Этот Батник На улице Плюс Наверное Плюс 15 Точно Ночью Тоже Сейчас Уже Плюсовая Температура Но Еще Будет Минус Тогда Снова Оденем Вот Это Любимое Место Где Она Может Порезвиться Без Всяких Запретов Побегать Попрыгать Сколько Душе Угодно Там Дальше Уже Трасса Оживленная Дорога Домой Пошли Домой Неси Домой Домой Молодец Давай Давай Домой Ну Не Донесла Лайма Внимание Опорт Ну Как ты тут поживаешь? Домик Он Продувается У него Есть Окошко С правой Стороны Видно То есть Это Такой Летний Домик Вообще Удобный Его Можно Легко Почистить Вот Поднять Крышечку У него У него Игрушки Лежат Талки Шмалки Иди Домой Куда Пошел Давай Молодец Принесла Люся Пришла Люся Домой Почти Нет Молодец Продолжение следует... Продолжение следует...